Здравствуйте! Я не могу передать, насколько мы счастливы и радуемся из-за того, что продолжается все время наш семинар. И знаете, я удивляюсь. Наши братья и сестры, почему они становятся служителями? Как они живут? Я часто думаю об этом. Я думаю, почему прихожане нашей церкви, они не стали пасторами? Я знаю, что если вы станете пасторами, вы будете очень счастливыми. Давайте прочитаем слово. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха прочитаем. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить шлево своей рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придержив себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточи сует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою. И уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежал, впал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка из-за колития, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. История, про которую мы поговорим сегодня, это история о блудном сыне, о котором все хорошо знают. Блудный сын, он жил очень печально и потом вернулся к своему отцу. Но до того, как он вернулся, он думал, а что же подумает отец обо мне? Он встретит меня с радостью? Да нет, он раззлится на меня. И когда он отправился из хлева со свиньями домой, тогда он удивился, как отец принял его. Отец прибежал, обнял его и поцеловал. Тогда сын сказал, Отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Что тогда говорит отец? Принесите лучшую одежду и наденьте на него. Дайте перстень его, наденьте обувь, пойдите от кормленного теленка, заколите, и мы будем есть и веселиться. Потому что этот сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Когда я читаю Библию, я вижу, что Библия все время как будто обо мне говорит. До того, как второй сын вернулся к своему отцу снова, насколько он был несчастен в свинарнике. Но после того, как он вернулся к отцу, он жил в огромной славе, в обилии. Также я очень в трудности большие жил. Я находился в отчаянии. И больше всего... Знаете, что мне было трудно? Хотя сейчас я беден, хотя сейчас мне тяжело, хотя мне сейчас сложно. Но если бы я хотя бы имел надежду на то, что что-то изменится и станет лучше, но я не имел такой надежды. Что бы я ни начинал, я получал только крах. Ничего не получалось. Я не могу сказать вам даже, насколько мне было сложно именно из-за того, что у меня не было надежды. Но 7 октября 1962 года я получил прощение грехов посредством крови Иисуса. Именно с того дня я начал меняться. И тогда меня удивило именно то, что, что бы я ни начинал, все получалось. Да, для других есть что-то и получается, а что-то нет. А до сих пор у меня ничего не получалось. И знаете, в последнее время, особенно, я очень рад каждый день то, что кореец проповедует. Да, он ничего не заплатил, но очень много телестанций, которые транслируют. Сколько же? Даже больше 200. Представляете? И знаете, я очень счастлив. И как я был счастлив, я радовался, благодарил, когда я получил прощение грехов. Также на этом семинаре люди получают прощение грехов. Когда я думаю, что Господь со мной с таким человеком, как я, и он благословляет, я очень благодарю. И вчера из восьми христианских газет пришли директора и взяли у меня интервью. И сегодня четверо человек также из провинции Чолла-Пукто приехали и взяли у меня интервью. впервые, когда я стал пастором. Знаете, меня пригласили вместе покушать. Мне очень понравилось, как приготовили. Мне кажется, больше никогда я не ел такой вкусной пищи. Я думал, можно ли мне это есть? Можно ли такому человеку, как я, есть вот эту вот такую еду? Я подумал. Когда впервые я встретился с президентом. Первый президент, с которым я встретился, был президент Парагвая. Однажды посол из посольства Парагвая пришел ко мне. И что он сказал мне? Пастор, я хочу, чтобы вы стали моим старшим братом. И он сказал, что назвал себя Пак Тэсу. Почему вы, Тэсу, получается, это большой. Тээ это большой, но вы тоже быть маленький, чтобы сказать младший брат. Поэтому у меня появилось, да простите, конечно, два младших брата, потому что они называют меня старшим. Из Танзании? министр по делам молодежи? И также из Намибии министр, это женщина по делам молодежи, она называет меня старшим братом. Я не понимал, как такое произошло. И знаете, однажды мы проводили лагерь. Мы проводили в городе Пусан летний лагерь, но тогда мы должны были посетить парламент в Сеуле. И тогда мне что сказали? Когда мы будем ехать из Пусана до места отдыха в Сонсане, Да, и получается, когда мы едем в этот промежуток времени, одному министру ты проповедуй Евангелие. Потом от этого места отдыха до Сеула ты также другому министру проповедуй Евангелие. Когда мы будем возвращаться из парламента, тогда до Сонсана проповедуй еще одному. И из Сонсана до Пусана еще одному ты проповедуй министру Евангелие. Получается, за эту поездку я четверым министром проповедовал Евангелие. И знаете, ехать нужно было около пяти часов до парламента. И мне сказали, проповедуйте в автобусе где-то два с половиной часа каждому. Знаете, я хотя бы пастор, но мне было страшно. Все было хорошо. Но министр из Намибии она мне сказала, что ввело меня в ступор. Она сказала, я получила прощение, спасение. Я получила Духа Святого, но я грешница. это было очень тяжело для меня. Ой, так трудно с ней общаться. И знаете, это министр из Намибии, она очень высокого роста. И когда мы до какой-то точки дошли с ней, она поняла, что она не спасенная. Но после этого в тот день она получила спасение и смогла очень радоваться. И она пригласила меня в Намибию. Я очень сожалею, но я еще не смог побывать в Намибии. Моя жена очень хочет посетить Намибию. Но моя жена не очень хорошо летает на томолетах. Но она говорит, что можно там просто спать, но она как будто работает на поле. я не понимаю, почему люди говорят, что они устают от перелета. И тогда я подумал, а, это министр уже будет очень счастливой. Когда впервые я встретился с президентом, посол Парагвая пришел ко мне и сказал, что он будет моим младшим братом. и однажды он подошел очень серьезно и сказал, брат, у меня есть такое переживание. Что же за переживание спросил? Президент нашей страны приедет в Корею. когда посол работает на посту посла, тогда именно посол организовывает все для этого президента, который посетит страну. Я слышал, что самое большое желание у этого человека было, потому что если он хорошо поухаживает за президентом приготовиться, тогда он может подняться до уровня министра. И тогда посол сказал, но у нас к сожалению финансов немного, поэтому мы не сможем наверное подготовить высокий прием. Поэтому он очень переживал и размышлял об этом. И потом они запланировали проводить музыкальный концерт, потому что президент Парагвая любит музыку. И тогда посол спросил пастор, а может ли хор помочь нам в организации мероприятия? И тогда у нас как раз проходил библейский семинар в зале Чамсиль. Тогда я выбрал несколько членов Грася с хорой, и мы договорились, что они будут выступать. Потом посол позвонил. Пастор, вы тоже приходите? И знаете, обычно, когда на семинаре где-то 8.20 я останусь за кафедру. И для того, чтобы доехать до места мероприятия где-то 20 или 30 минут, так как начинается мероприятие в 7.30, я поехал в 6.20. Ой, простите. В 7 начало было, я поехал где-то в 6 часов вечера. Тогда мне сказали на 9 этаж. И тогда там был президент, его заместитель, также два министра и посол, 5 человек. Я впервые встретился с президентом. И знаете, я не знал, о чем же я должен говорить с президентом, потому что у меня не было такого опыта. и тогда мне сказали, вы скажите про ИВФ, также расскажите о истории Мунхеджин. Где-то 30 минут мы общались с президентом, и потом я подарил свою книгу на испанском языке, переведенную президенту. Я пришел, поздоровался, поучаствовал немного, и потом я отправился вместо семинара для того, чтобы проповедовать, и через несколько дней мне позвонили. Мне сказали, что президент прочитал всю книгу, которую я дал ему. Он сказал, он был впечатлен. Как только он сел в самолет, чтобы лететь в свою страну, он сказал своему секретарю, принеси мне книгу. Но проблема была, что секретарь не принес с собой книгу. И тогда сказали, что жена посла, она поехала и отвезла лично книгу президенту. И после того, как он прочел мою книгу, он сказал, что появилось желание встретиться со мной. Я сказал, что сейчас у меня не располагает время, но я смогу в феврале следующего года, когда поеду на мероприятие в Парагвай встречусь с вами. И я поехал в феврале в Парагвай. Это было впервые, у меня такой опыт, когда президент пригласил меня. Когда я прилетел и приземлился в аэропорту, тогда пришли охранники и вывели только меня. они помогли мне заполнить всю таможенную декларацию, взяли мой багаж, они дали мне место в VIP комнате. И когда я вышел наружу, тогда милиционеры стояли по оба бока. И восемь человек охраняли гостиницу, мой номер в гостинице 24 часа. И за день до нашей встречи с президентом секретарь позвонил мне. Я задал вопрос, сколько вы мне даете времени на встречу с президентом? Сказали 40 минут. И тогда вечером я начал размышлять. Мне нужно проповедовать о прощении грехов этому президенту. Для того, чтобы только поприветствовать президента, нужно от 5 до 10 минут. И тогда 13 членов хора грасиас поехали на мероприятие. И где-то 10 минут потребуется на то, чтобы члены хора исполнили три песни. 25 минут то есть остается только 25 минут на общение и 40 минут. Именно за 25 минут мне нужно проповедовать Евангелие о прощении грехов президенту. Я как не думал, мне не хватает времени. Но я поехал навстречу. Я сказал членам грасиас хора. Я хочу проповедовать президенту Евангелие. Ни в коем случае не отбирайте у меня время. Если вас что-то спрашивает президент, говорите да или нет, очень коротко. Но знаете, хор, он очень хорошо подстраивается под меня. И когда мы поздоровались с президентом, прошло 5 минут. Я открыл перед ним Библию и сразу же начал проповедовать о прощении грехов. В тот день президент получил спасение. Он так был впечатлен и радовался. Он взял меня за руку и чуть не плакал. Вот именно тогда, когда мы впервые встретились с президентом. Он был очень впечатлен. он очень радовался. И потом, после нашего общения, еще исполнили одну песню, и мы вышли. И где-то 10 минут мы ехали на автомобиле, тогда мне позвонили. Сказали, что президент хочет сегодня участвовать на мероприятие АВФ. Впервые в истории лагеря в Парагвае участвовал сам президент Фернандо Луга. Где-то через 10 минут снова мне позвонил секретарь. Сегодня президент приказал всем министрам участвовать на лагере. И тогда мы рядышком сели с президентом и участвовали на мероприятии. Вот это, по-моему, та фотография как раз. Да, я, по-моему, впервые вижу эту фотографию, но очень хорошо, что ее сохранили. Когда в следующий раз я поехал, тогда президент заболел раком. И примерно всегда мы проводим где-то в феврале в Парагвай лагерь. Но президент был очень счастлив. И что он сказал? Господь дал мне милость. Я заболел раком. но он сказал, что в Парагвай сказали, что они не могут вылежить, поэтому он поехал в Бразилию. И также был там человек, который заболел раком. И тогда президент свидетельствовал мне, как он получил исцеление от рака. Его лечили, лечили долго в больнице, но не выздоровел. Тогда президент не мог даже говорить. Он уже ожидал дня своей смерти. И тогда врачи, которые лечили его, они собирались три раза. Они собирались на обсуждение, и один врач, женщина она встала и сказала, она знаете, что сказала? Мы потерпели крах в лечении президента. Когда он пришел к нам, он пришел на своих ногах. Но сейчас он даже не может говорить и просто лежит. И говорят, что сейчас в Парагвай уже ведется война, кто же станет следующим президентом? Почему мы до сих продолжаем использовать тот способ, который уже принес нам крах? Если мы будем продолжать так делать, тогда мы убьем президента. Тогда никто из врачей не мог ничего сказать. Сейчас мы уже сделали все, что могли до этого момента, но мы не смогли вылечить, он умирает. Точно это правильно. А что же делать нам? Что надо теперь делать? Для того, чтобы начать другим способом лечения? У нас нет другого способа. Давайте мы проведем снова обследование, как будто он только поступил в нашу больницу. И знаете, он приоткрыл рубашку, пуговицу на рубашке и показал мне свой шрам. Тогда они увидели там опухоль. Тогда они сделали операцию. На следующий день он начал принимать лекарства. И он начал разговаривать. Он полностью выздоровел. Поэтому он прилетел на самолете обратно в Парагвай. Но говорили, что тот человек, который также болел раком, его тело только привезли. Тогда он говорил, «Господь со мной был». Он каждый раз, когда я лечу в Парагвай, говорит мне об этом. Господь помогал мне всегда. И уже прошло около десяти лет. праздник. И знаете, когда прошлый раз, в этом году я был в феврале в Парагвай, он очень много помогал мне. Мы стали очень близкими друзьями. Он помогал мне встретиться с новым президентом Парагвая. И знаете, чтобы один человек получил спасение, это очень ценное дело. Почему Господь дает такому человеку, как я, встречаться с президентами? Господь сказал, ты проповедуй ему Евангелие. Поэтому, когда я встречался каждый раз, я хотел проповедовать только Евангелие. Конечно, не все из них получили спасение. Многие президенты, они получили спасение. Президент Бенина, Нина и Айбони. Знаете, мы очень близкие друзья. Также король Эсватини. Когда я встречаюсь с этими президентами, мы как будто уже члены одной семьи. И когда я вижу, что они от спасения получают огромную радость, я думаю, если я этим буду проповедовать, они тоже станут счастливыми. они станут очень радоваться. Господь действовал очень удивительно для меня, для того, что я даже не могу поверить. То, что сейчас проводится трансляция, я уже говорил вам ранее, но мне сказали, что изначально было 130 миллионов зрителей. я не мог поверить. Что? Это правда может быть такое? Но из множества каналов и телестанций все время появляются новые и новые каналы, которые проявляют интерес и хотят трансляцию делать. Мой сын служит в Америке. он тоже был под большим впечатлением и позвонил мне и сказал, отец, в этот раз на 49 каналах папа вашу проповедь транслирует. Я не мог поверить в это. Но это факт и я не могу отрицать его. после того, как заканчивается трансляция семинара, многие телестанции попросили у меня постоянно проповедовать посредством их канала. Также брат Сегиль стал звездой в этот раз. Сейчас его семья в Америке. Но его отец он видит, что сын по всему миру показывается. Он уже стал звездой. Ему тоже очень нравится. Во всем, что мы не делаем, я во всем удивляюсь, как такое может быть. Когда я встречался с президентом, я говорю, это не может быть. Я встретился с 31 президентом. с некоторыми из них я встречался несколько раз. Такого человека, как я, у всех получалось, а у меня ничего не получалось раньше. Почему у всех получается, а у меня ничего не выходит. когда я сдавал экзамен на поступление на прапорщика. Да, я говорил, и встречаясь со знакомыми офицерами, они говорили, да, ты тогда не прошел экзамен на инженера прапорщика. Они тогда удивлялись. Меня не взяли в инженеры прапорщики. У меня ничего не получается. Почему? Ну, всех одно, что не получается, а у меня все не получается. У меня во всем был крах. И после этого я встретился с Иисусом. Когда я думаю об этом, я часто хочу плакать. Есть множество людей в этом мире. А кто я? кто я? Почему Господь спас меня? И с того дня моя жизнь начала изменяться. И даже люди думают, что я обманываю. Как такое может быть? Я сижу в Корее. Я ни слова не сказал телестанциям. Но 200 с лишним телеканалов просят трансляцию. И они все время транслируют бесплатно. если посчитать сколько это стоит, то это деньги, которые я не смогу за всю жизнь заработать даже. Не только в этом так произошло. Многие люди, которые слушают, ау, хорошо проповедуют, и все. Но люди, слушая мою проповедь, они очень хорошо реагируют, и потом не переводят их комментарии. Каждое утро я проверяю очень большое множество комментариев с благодарностью, с впечатлениями. Вы можете в это поверить? Вы тоже не можете, да? Вам тоже не верится? Мне кажется, что это все во сне. Но Господь совершил это. Как? Второй сын, он был младшим сыном в доме отца. Но у второго сына сердце отличалось от сердца отца. Хотя они жили под одной крышей, но сердца у них были разные. Также мысли были разные. Из-за того, что у сына было другое сердце, но если бы у них было одинаковое сердце у отца и сына, да, и знаете, у меня, конечно, нет успехов особо у моего сына, но знаете, за что я очень благодарю? В этом году мне уже исполняется 77 лет, но мой сын никогда не отказывал мне во всем, чтобы я не просил его. Дайте, я расскажу вам. Я родил сына, если бы он подошел ко мне и противился, не слушал бы, тогда это не смысле думать об это но знаете, что я почувствовал? Я почувствовал сильно, что Господь направляет сердце моего сына. Я очень благодарен Богу. когда 10 или 100, тогда у всех не получается, у меня все получается. Почему? Потому что я стал одним с Богом. Господь на моей стороне. Кто противостоит мне? Да знаете, люди очень удивляются. Сегодня я прочитал слово из 15 главы послания от Луки. У второго сына сердце отличалось от сердца отца. Тогда он подошел и сказал дай мне следующую мне часть имения. Поэтому если сердце отличается, тогда начинает отдаляться сердце. Поэтому написано, что он ушел в дальнюю сторону. Когда я читаю 15 главу Евангелия от Луки, Говорят, что это самое ценное в качестве литературы, именно такая история. Да, потому что это слово Бога. Хотя многие люди пишут стихи, пишут песни и другие тексты. Но литераторы говорят, что именно такой текст имеет такую ценность, есть только здесь, в этом месте Библии. Это же все знают эту историю. В чем же такая ценность? литерарий ценность? Он просто второй сын, жил с отцом, потом попросил свое имение, ушел в дальнюю сторону, осточил имение, вернулся к своему отцу. Почему это такая ценность литературе? И знаете, я уже почти выучил на память это место. Практически такие истории я запоминаю второй сын. Когда мы читаем подробно эту историю, здесь есть две картинки в этой истории. Первая картинка это самый печальный момент людей человека. А вторая картинка это картинка, где человек имеет самую большую радость в своей жизни. Самая печальная картинка из жизни человека, самая темная картинка в жизни человека, это картинка, когда младший сын находился в свинарнике, в грязи, там, где было холодно, он был голоден, он был один, у него не было надежды, но на второй картинке, это самая яркая картинка, он вернулся к своему отцу домой, отец будет ругать и выгонять, потому что он расточил имение, он был очень голоден, и он подумал, если отец выгонит меня, тогда я скажу, что я не имею права называться сыном, но я хочу стать хотя бы наемником, чтобы питаться, есть хлеб и работать для отца, он пошел с таким сердцем к отцу, но знаете, что удивительно в этом месте, то, что он пошел, уже был готов быть наемником у отца, но отец какое сердце имел, отец явил ему любовь и милость в то, что больше тысячи, в десятки тысяч, миллионы раз, дайте самую лучшую одежду, дайте перстень на руку его, обуйте его, закалите откормленного теленка, и давайте есть и витилиться. Это очень впечатлило меня. Знаете, я жил во грехе, но когда я пришел к Господу, именно Господь, как второго сына, Он дал мне честь, славу, обилие, до сих пор это королевство, там есть король. Наши ученики музыкальной школы поехали, там они работают волонтерами. и знаете, у нас специальные образования в музыкальной школе, поэтому они имеют другой майнд. Это наша самая лучшая школа в мире. И уже директор Грация Схора, она получила докторскую степень в консерватории в Питере. И она получила признание своей диссертации, то, что она была самой лучшей за всю историю. И она сказала, что нужно начать музыку, историю музыки надо начать сначала. Мы создали хор. И знаете, корейцы, они не умеют как солопить, так и вместе в хоре. Но вы знаете, мы не знали, насколько они хорошо поют, поэтому мы хотели участвовать в международном конкурсе. В 2009 году на острове Чэджу они участвовали и получили первое место. В Бусане они также получили первое место. Это только в Корее. В 2014 году в Италии Рива-де-Гарда они получили первое место. Также они получили в Швейцарии первое место в конкурсе комбинированных хоров. И также в Германии Маркет Овердорфе в 2015 году они получили высший приз. То есть сейчас наш хор, он стоит над всеми мировыми хорами. Сперва когда мы только начинали деятельность хора я отправлял учиться в консерваторию в Питер. но когда мы выступали в Австралии у нас не было дирижера. тогда мы попросили в консерватории национальной в Петербурге отправить нам дирижера. Тогда консерватория выделила нам дирижера по имени Бориса Бальян. Он является самым лучшим в мире дирижером. у него также есть хор в России. Но так как наш хор это все спасенные верующие в Иисуса люди. Поэтому это несравнимо с тем хором который находится в России. Поэтому наш хор самый лучший где бы они не находились. Сейчас даже они проводят школьное образование. В этот раз из Кодзивара приехали представители от президента и сказали что наша школа самая лучшая в мире. Что бы мы не делали. Раньше что бы я не делал у меня во всем был крах. Я провалил экзамен на инженера прапорщика после этого у меня полностью крах был. Но после того как я получил прощение грехов что бы я не делал Господь всегда помогал мне. я стал одним с Господом. Второй сын вернулся к своему отцу. И знаете, после этого очень удивительный момент. До сих пор, где бы он не ходил, у него не было бесплатно. Но он вернулся к отцу домой и все бесплатно. в Библии написано слово бесплатно по-другому это написано милость. Бесплатно это значит без оплаты, без никаких денег. Также написано, что это благодать, если мы получаем прощение грехов, потому что это бесплатно. Нам не нужно много жертвовать. Нам не нужно быть добрыми или что-то делать, немного молиться. Это все бесплатно. Если вы покупаете что-то, например, 500 долларов или 1000 долларов, оно имеет свою ценность. Мы платим за это. получать благословение, получать благодать, это значит, что нас не просят оплату за это. Нам нельзя платить. Нам нельзя заплатить стоимость. Нам нельзя стараться. 100% Иисус все делает. Иисус когда второй сын вернулся к отцу, он растратил все имение. Но что отец сказал? Принесите самую лучшую одежду, наденьте перстень на руки его, и обувь на ноги, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. это очень прекрасно. И все там было в доме. Но ему нечего было сказать вопрадание перед отцом. Ничего страшного, отец, если не самая лучшая одежда. Можно не убивать телеца ради меня. Это твои мысли. Ты ожил, ты вернулся. свинарники, что ты думал. Но для меня ты самый лучший в мире сын. Мне ничего для тебя не жалко. Даже свою жизнь ради тебя дать мне не жалко. Потому что это не оплата. Это все бесплатно. это благодать. Наслаждайся. Господь сказал мне так. Это история обо мне. Я грешил. Я противился Богу. Я делал зло. Я был очень злым человеком. Но знаете, что удивительно? Господь без всякой оплаты от нас Господь очистил наши все грехи. Он сделал нас чистыми. Он во всем помогает нам. Наши ученики музыкальной школы поехали в сватиньи. И там в национальном университете проходила выпускная церемония. Они подошли в университет. Здравствуйте. Мы приехали из Кореи. Мы учимся музыке. Мы хотим на вашей церемонии выпускной спеть и поздравить. Но сказали организаторы, что нельзя. Почему? Сегодня приедет Король. Вчера мы уже дали всю программу Королю. И никто не может изменить эту программу. Вам нельзя. Извините. Хорошо. Тогда мы просто будем участвовать на выпускной церемонии. И тогда он немножко изменил свои мысли. А, еще не пришел Король сюда. Сейчас выступайте. Хотите выступить сейчас? О, хорошо. Тогда они начали петь. А сколько нам спеть песен? Три песни. Тогда они первую песню начали петь. и где-то половину они спели приехал король. Когда он приехал, но он тихо прошел и сел на свое место. И после того, как они допели и закончилась церемония, тогда король сказал, приведите ко мне тех девушек, которые пели. Очень удивительно, правда? они стали перед самим королем. Кто вы? Как вы приехали к нам в страну? Как вы поете на нашем языке? А, вы знаете, мы учимся в школе музыкальной. Пастор, который является основателем Айваэев, он приедет сюда, в Айсватинии. Он никто даже не разрешал говорить о том, что я приеду. А он спросил, а через 10 приезжает? Тогда он позвал министра. Когда приезжает пасрок Супак, вы встретите его в аэропорту и привезите ко мне. Когда я вышел в аэропорту, тогда министр пришел ко мне на встречу. Тогда сказали, что уже запланирована встреча с королем у меня. Вы тоже не можете в это поверить, правда? Это правда. Тогда я спросил у министра, сколько вы выделяете мне время? 40 минут. Хорошо. Я пришел во дворец, и там были двери, они открылись. И все от прохода заползают на коленях перед королем. я тоже уже почти присел на колени, чтобы ползти. Знаете, мы в низком положении, в высоком положении очень много ползали, когда я учился в армии и служил. Но секретарь сказал мне, это наш закон страны, но вы иностранец, вам можно заходить. И таким образом я встретился с королем. Мы поздоровались. И так как я пастор, я начал проповедовать слово. Вот видите, пастор Пак Маон переводил. Он должен был приехать переводить, но он на карантине находится из-за коронавируса. То есть на следующее воскресенье он уже сможет прийти, две недели прошло. А если бы не было брата Сыгиля, что бы мы делали? Я очень благодарил. И на протяжении 30 минут я проповедовал слово. И прошло уже 40 минут. Я закончил говорить. Но король очень так смотрел, уставившись на меня, я не мог смотреть ему в глаза. Я закончил говорить. Тогда король сказал, «Пастор, вы можете еще немного проповедовать мне?» Еще 30 минут я говорил ему. Я говорил о прощении грехов. И потом король большими глазами смотрел на меня и сказал, «Пастор, проповедуйте еще мне». то есть три раза по 30 минут я проповедовал королю, и король получил прощение грехов. Он также был очень тронут. И когда он после этого открыл свои уста, сказал, «Пастор, вы истинный слуга Бога. я вам дам участок земли, пастор, построите там свой дом, также Айвайф центр. И он выделил мне 5 гектаров земли. Это место было очень прекрасным. Там много деревьев. Я думал, что мы все это уберем. Сказали, вы все удалите, не нужно построить здесь здание. Но я смотрю, очень красиво там. Я не могу испортить это. Поэтому я сказал королю, я не могу убрать здесь все. Это мне очень нравится. А можете другое место дать? тогда еще 10 гектаров он выделил мне. И потом мы запланировали, что мы сделаем озеро, построим здание и вот так украсим это место. Когда закончится коронавирус, мы планируем начать строительство. То, что Господь делает для нас, это кажется, как будто я во сне. знаете, почему я говорю сегодня вам об этом? Потому что, когда сын второй вернулся, отец ничего не пожалел для него. Вы верите в это? Да. Мы стали чадами Господа. неважно кто вы, любой из вас, если вы получили прощение грехов. Господь ничего не жалеет для вас. Наденьте лучшую одежду, наденьте перстень на руку его. В 1962 году я получил прощение грехов. И уже скоро будет 60 лет с того времени. За прошедшие вот эти 60 лет до того у меня было ничего, даже не было надежды. Я был очень беден, было очень тяжело. Но в чем бы я не делал первый шаг, Господь всегда помогал мне. И однажды король сказал мне, он сказал, что королева плохо себя чувствует, ее госпитализировали. я сказал, пожалуйста, вы позаботьтесь о ней. Главный ответственный, он был послом из той страны. И я побывал за границей. и тогда я вернулся и хотел навестить ее, но меня не пустили даже на порог. Меня даже не пустили в то место, где она находилась. После того, как они закончили приветственную церемонию для королевы, я видел, как принцесса проходила. И когда принцессу увидела, она шокирована была. Я хотел встретиться с королевой. Тогда пригласили посла. Мы поговорили. Король попросил меня позаботиться о королеве. Может быть мне сказать, что вы препятствовали мне, и я не смог выполнить приказ короля? Тогда он сделал в любое время можете навестить. Я мог проповедовать королеве Евангелие. Приехало 67 сопровождающих для королевы. Ну, мне кажется, в основном люди короли, они вот так ездят. Я проповедовал ей Евангелие. Мы очень благодарны были. Это место Библии что говорит нам? Когда второй сын вернулся к своему отцу домой, он потратил все имение, он стал нищим, когда вернулся. Он был грязным, вонючим, ужасным. вот этот образ, это наш образ, когда мы становимся перед Богом. Нам не нужно стать чистыми, чтобы стать перед Богом. Нам не нужно украшать себя, просто мы как есть грязные. Даже если мы недостойные, ужасные, мы грешники, мы выходим к отцу. До тех пор нет никакой проблемы, мы с того момента уже происходит не от меня, но благодаря действиям отца я начинаю меняться. я становлюсь чистым, я становлюсь красивым, славным и очень милым. Мне не нужно что-то иметь, чтобы стать таким великим. Господь, Отец, Он дает мне славу. когда я поверил в Иисуса в 1962 году и получил прощение грехов. У меня были только грехи, я был злым человеком, у меня ничего не было другого. Но то, что я получил прощение грехов, то, что я стал святым, я ничего не сделал для этого, только пришел таким грязным, как я был, ужасным, страшным и злым. И все это сделал Отец Господь. Когда я был далеко от отца, когда я ушел от него, ничего не мог сделать. Но потом я вернулся к отцу. До того, как я пришел к отцу, я что-то делал. Но когда я пришел с этого момента, я уже ничего не делаю. от меня ничего не зависит. Я изменяюсь только от слова, которое выходит из уст отца. Пойдите, наберите воды, приведите, чтобы помыли его, помойте, оденьте в лучшие одежды. отец говорили слово, и все по слову отца влияло на сына, он изменялся. Да, я был грязным, испорченным, страшным человеком. Но в 1962 году я встретился с Иисусом. после этого от меня уже ничего не зависело. И десять, и сто, все, что происходило, делал Иисус. И поэтому я мог посредством Иисуса получить очищение грехов и стать белее снега. Слово Библии входило в мое сердце и изменяло меня, делало меня счастливым. Чем бы я ни занимался, я видел, что рука Господа не отходила от меня ни на момент. Знаете, только есть один момент. Что нужно делать? Мне нужно верить в Бога. Хотя я грязный, но не я становлюсь чистым. Господь делает меня чистым. Не я становлюсь богатым. Господь делает меня вот таким. Не я становлюсь благословенным. Десять или сто, все делает Господь. Если я думаю сейчас об этом. Господь дал мне здоровое тело. И сегодня мы проводили интервью, и журналист спросил у меня. Пастор, как вы переживаете весь ваш режим? Вы себя чувствуете хорошо? Вы здоровы? Господь дал мне здоровое тело, поэтому я могу быть здоровым. И говорят, что самая дальняя точка, куда я был, это Парагвай. Чтобы долететь до Парагвая из Кореи, нужно поехать в Лос-Анджелес, потом в Сан-Пауло, и из Сан-Пауло можно долететь до Парагвая. Из Сан-Пауло до Парагвая 4 часа, где-то так. Из Сан-Пауло до Лос-Анджелеса 13 часов. И также 13 часов из Л.А. до Сеула. То есть где-то 30 часов нужно перелет. Ну я никогда не чувствовал себя уставшим. Знаете, однажды очень обрадовало меня что-то. Я показал свой билет и сказали «Ой, у вас же есть миллион миль накопленных». Да, и дают такое специальное билет, когда человек летит больше миллиона миль в корейских авиалиниях. Я пролетел полтора миллиона миль. Но если сесть все где-то на других авиалиниях, то где-то наверное 3 миллиона миль. То есть когда долетит до Пирагвая и вернутся, это я облетаю один раз шар земной. 30 часов лечу на самолете, но я не чувствую усталости. Поэтому не понимаю, почему другие люди устают, что они удобряют землю или копают поле, просто пьют кофе или колу. И когда я хотел сесть в самолет, мне посмотрели на билет, сказали, ой, у вас есть миллион миль. Тогда мы дадим вам первый класс в самолете. Да, бывает, что меня пересаживают в первый класс. Иногда даже я ожидаю, в этот раз повезет или нет. Но я очень благодарю, я очень счастлив. Конечно, я благодарен за такое. Я очень благодарен. В 99-м году у меня были проблемы с сердцем, Господь исцелил меня. Чем бы я ни занимался, Господь всегда помогал мне и благословлял меня. Я очень счастлив. Но одно только. Я только верил в Иисуса. все мои грязные, ужасные грехи. Иисус был распят на кресте и простил все мои грехи. Я только в это поверил. И после этого мы объединились с Господом сердцем. Господь только одного просит у нас. я отправил своего сына Иисуса. И Он очистил все ваши грехи белесника. Просто верь в это. Хотя у меня было много грехов. Но Иисус просил все мои грехи на кресте. Это и есть все. Поэтому на сегодняшний многие люди именно этого не могут делать. Они говорят, что они грешники. Иисус уже распят был на кресте и простил все наши грехи. А если мы говорим, что мы грешники, это значит, что Иисус не смог простить наши грехи. Тогда это значит, что Он потерпел крах на кресте. Иисус больше всего ненавидит то, когда мы говорим, что мы грешники. Не потому, что мы грешники. мы должны говорить так. Мы были грешниками. Мы много согрешили. Но Иисус на кресте омыл все наши грехи. Я чистый. Это есть. Если мы верим в это, мы верим в Иисуса. Если мы верим в это, тогда вы в своем сердце объединяетесь с Иисусом. И с того момента в вашем сердце чечет душа Иисуса. И Иисус находится в вашем сердце. Второй сын, он находился в свинарнике. Вы знаете? Он сделал одно очень важное дело. Что значит он находился в свинарнике? в доме отца моего. Даже наемники избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Он очень был голоден. Поэтому второй сын принял решение вернуться в дом отца. у него было много пороков, много ошибок. Ничего я скажу отцу вот так. Отец не согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Да, если отец выгонит меня, я не буду его сыном, я просто буду жить наемником и просто питаться в доме отца. Вы знаете, как так получилось? Когда Господь создавал человека, Он создал одну драгоценную вещь, это сердце человека. И даже если мы не едем на поезде, мы можем достичь сердца США. мы можем попасть в дом отца сердцем своим. Второй сын, когда лежал в свинарнике, там было грязно, он голодный был, также было очень холодно. Он лежал на сене и смотрел на звезды. он смотрел на луну и говорил про себя, а, эта луна освещает также место, где находится дом отца. И знаете, что он сделал? Потому что ему было тяжело добраться физически до дома отца. Поэтому он сердцем своим изначально достиг дома отца. Отец рано утром призывает своих наемников. Вы сегодня все собрали, посчитаете сколько у нас жатвы, сколько вы проработали сегодня. То есть он управляет своими наемниками каждый день. Знаете, в провинции Чулладу там есть рис с овощами. Вы знаете, как появилось такое блюдо? в городе Пьенгян там очень равнины много. И когда много рабочих выходит рано утро на поля, если они вернутся домой на обед и потом вернутся снова на работу, очень много времени проходит. Поэтому они привозят с собой на телеге даст свои закуски и еду на обед. И нет ничего лучше, чем просто смешать рис с овощами. Кимчи положить и соевую пасту, и перечную пасту смешать. Это очень вкусно. хотя физически телом он находится в свинарнике, но сердцем он уже достиг дома отца. И тогда тележка подъезжает. Знаете, в пивинпап в это блюдо обязательно должны добавлять перечную пасту. Я тоже очень люблю пивинпап. И когда мои дети в детстве были маленькие, я смешивал рис с овощами. Я даже люблю больше, чем моя жена пивинпап. Тогда его наемники, отца наемники, они обедают. Хотя он своим телом лежит в свинарнике. Но сердцем он уже посетил дом своего отца. Они положили перечную пасту, смешали, говорят, кушай. Ой, я больше не могу есть, я так наелся. Ой, еще осталось много, давай доешь. О, мне кажется, я сейчас лопну. Телом он находится в свинарнике. А сердцем он уже попал в дом своего отца. Поэтому каждый день хочет вернуться к отцу. Хотя я не могу физически достичь этого места. Но когда он сердцем попадает в дом отца, он очень счастлив, он радуется, он сыт. И однажды что он говорит в своем сердце? Идем, тело. сначала пошло его сердце туда, но потом и тело последовало за сердцем. А что будем делать, если отец выгонит? Ну ничего, просто я послушаю. А я согрешил перед ним пред тобою. Я не могу называться сыном твоим отец. Прими меня в число наемников, просто чтобы я мог питаться. он хотел так сказать отцу, он готовился, но он не мог даже сказать. Отец прибежал, обнял его, поцеловал. И тогда сын сказал, отец, я согрешил против неба и пред тобою. И уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Да, он мог сказать до этого момента. Прими меня в число наемников твоих. Он больше не мог сказать. Он хотел сказать это, когда отец соберется его выгонять. Но ему казалось, если он скажет, тогда отец наругает его. Он просто пришел к отцу. Кто? Отец. Отец омыл его, одел его, дал самую лучшую одежду. обул самую лучшую обувь и заколол откормлен теленка. Это все произошло по благодати отца. Он не имел на это возможности, но отец все сделал. Это и есть духовная жизнь. Не потому, что хорошо делаем, потому, что отец наш Господь. Поэтому не я омываю свой грех, а Господь омывает мои грехи. Когда Господь омывает, тогда они становятся белее снега. Но если бы мы омыли, мы бы не домыли чего-то. Но Он омыл белее снега. Это и есть то, что делает отец. Он очень хотел так сделать. Также нас грязных отец радовался тому, что омыл кровью Иисуса на кресте наши грехи. Да лучше, если не зарабатываем деньги. А если мы получаем по благодати все от Отца и вместе с Ним питаемся и радуемся. Но Господь Отец Он не оставляет нас нищими грязными грешниками. Он радуется тому, что Он очищает нас. Он радуется тому, что может благословлять нас. И неважно вы хотите или нет, уже Господь Отец очистил все ваши грехи. Только просто верьте в это. Тогда вы достигли дома Отца. отец сделает все, чтобы вы могли питаться и радоваться и быть счастливыми. Мы думали, что нужно делать что-то хорошо и хорошо жить. Тогда мы можем получить благословение. Но читая Библию, обнаружил, что это неправда. Господь уже сделает белее грехов, белее снега наши грехи. Господь очистил наши грехи, сделал белее снега, заколол откормленного теленка. Он сделал все, чтобы мы могли просто радоваться. И Он ни о чем не пожалел. Не мы омываем наши грехи. Мы даже не можем грамм наших грехов очистить. Но Господь очистил наши грехи. И как история о блудном сыне. Самую лучшую одежду наденьте. Наденьте перстень на руку его. Наденьте обувь на ноги его. он сказал об этом его омыли и одели. И когда посмотрел, представляете, какая честь. По милости Отца он получил благословение. Мы должны делать только одно. Просто верить в то, что наши грехи прощены. Мы должны верить в этот факт. Мы должны верить в любовь Отца. Отец любит меня. Он меня любит, поэтому он так делает. Вы верите в любовь Отца? Пожалуйста, верьте. Тогда Господь даст вашей жизни славу и честь. До сих пор я жил. Господь дал мне огромные удивительные деяния. Да, хотя и то, что трансляция проводится на многих каналах, я не понимал этого и не верил, но получив спасение, я проповедовал Евангелие. Господь удивительно действовал. Я тоже желаю, чтобы вы радостно жили ради Господа. Просто наслаждайтесь тем, что Господь дал вам. Господь благословит вас. Иисус очистил все наши грехи, и Он дал нам славу. Я верю, что в вашей жизни всегда будет милость и благословение Господа. Аминь. Давайте помолимся. Святой Отец Невестный, благодарим Тебя. Второй сын был очень грязным, злым, очень плохо жил. Но посредством Отца, посредством Иисуса мы получили, и Он получил славу. Господь говорит о том, что Он хочет сделать для нас так же. Он очистил нас. Господь и сделал нас во славе. Ты ничего не пожалел. Мы хотим получить Твою благодать. Господь Ты помил нас. Благодарим Тебя молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Оминь. Субтитры создавал DimaTorzok